Фанаты ликуют. В Наринмар вернулся большой хоккей. Стартовал новый сезон. В матче открытия сыграли действующий чемпион «Полярные волки» команда «Новичок Росомахи». Игра была очень напряженной и зрелищной. Хоккеисты бились, что и сил никто не хотел уступать. Блестящие проходы, высокие скорости и запредельные эмоции главных героев. Чтобы увидеть первый в этом сезоне матч воочию, на арену труд пришли десятки болельщиков. Самые яркие моменты встречи в следующем материале. Новый сезон, составы и даже форма. Матч открытия ждали не только хоккеисты, но и болельщики. Говорят, соскучились по лозунгу «Шайбу». Трибуны начали заполняться еще за 20 минут до стартового свистка. Игроки тем временем уже разминались. В форме новичков Росомах сегодня не только любители, мастера. Эмоций очень много, их не описать словами. Матч принципиальный действительно. Сегодня мы должны зарекомендовать себя как хорошую команду. Показать на все, что мы способны, то, что умеем. Поэтому будем пытаться. Понять, кто лидер, в первые 10 минут было невозможно. Игра шла на равных. Опасные моменты возникали как у тех, так и у других ворот. Спасали вратарей. Затем первая травма. Ее получил Кирилл Овсянников, игрок Росомах. Вот та самая коварная для хоккеиста секунда. В коньки вставили клюшку. Спортсмен покидает лед. Впрочем, даже без лидера Росомахи первые организуют, пожалуй, самый опасный момент в матче. Выход один на один. Силы равные. И здесь срабатывает закон хоккея на коротке. Не забиваешь ты, забивают тебе. Полярные волки распечатывают ворота противника. 1-0 в пользу синих. Такой счет останется до конца первого периода. Второй начнется с небольшой потасовки. Оно и неудивительно. Ведь это же хоккей. Ну а после невероятный по исполнению гол. Хоккейст Росомах забивает шайбу дальним броском от своих ворот. Счет равный 1-1. Теперь все нужно снова начинать с нуля. Пока игроки пытаются провести атаку, болельщики делятся впечатлениями о матче. У Росомаха у них вратарь, конечно, так себе. А у болярных он чуть получше. У болярных у них еще нападение очень хорошее. Болеем за Росомаха, надеемся, что выиграет. Ну, мне кажется, они так же, как и в футболе, еще не так готовы, как были раньше. На табло тем временем уже 2-2. Снова ничья. Третий период стал решающим. Вот на льду появляется Кирилл Овсянников. Несмотря на жуткую боль в колене, он ведет свою команду к победе. А 2-3 Росомахи впервые выходят в лидеры. Хоккеисты ликуют. После пропущенной шайбы, конечно, есть огорчение. Но мы забили еще одну, сейчас еще одну и будем еще забивать дальше. Многие хоккеисты жалуются на не лучшую физическую форму. Мол, начало сезона первая игра. Но глядя на матч, такое чувство, что спортсмены не переставали играть даже летом. Высокие скорости сопровождаются мощными и хлесткими бросками. В последние минуты встречи полярные волки по площадке буквально летали. За небольшой отрывок времени хоккеисты забили 5 безответных шайб. И только перед финальным свистком Росомахи смогли добиться успеха. Но на итоговый результат это уже никак не повлияло. 8-4 победа за волками. Все нормально, как и должно было быть. В принципе, мы сыгрались уже. Но не хватает еще пару игроков. Скоро они придут в команду. И тогда, может, результат будет еще лучше. После матча болельщики еще долго делились впечатлениями. А сами хоккеисты анализировали свою игру. Впереди еще целый сезон. Поэтому у Росомах обязательно будет возможность взять реванш за поражение. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север.